Я инвалид второй группы, давали первую. Татьяна Александровна Гулевская – ветеран труда, почетный гражданин Барнаула и заслуженный педагог. С годами ее здоровье лучше не становится. Приходится обращаться к врачам. У меня так вот здесь разрезано, так разрезано, так разрезано, и вот так разрезано. Я много перенесла. Поликлинику в свои годы уже не доходит. Вызывает на дом. Но врач в квартире не был давно. Справедливости ради скажем, что доктора приходят, но, простояв под дверью, разворачиваются и уходят. Из-за проблем с ногами Татьяне Александровне сложно быстро и своевременно встретить специалиста. Если дома нет детей или соседа Александра Александровича, бабушка становится беспомощной. Врач засунул сюда записку. Собственно, как ее нужно было найти? Но, коротко говоря, врач пробыла у двери ровно 15 минут. Чтобы разобраться в ситуации, мы направили запрос в Краевой Минздрав. Там объяснили, каков сейчас регламент работы участкового врача. На осуществление одного вызова на дому предусмотрено 30 минут. Если на адресе не открыли дверь, медицинский работник ставит в известность регистратора и оставляет в дверях записку. Иногда медработники обращаются к соседям, чтобы узнать, по какой причине больной не открывает дверь. Вызовы обслуживаются практически всегда, если только ее спускают в квартиру. Я вам говорю. А сколько должен врач стоять ждать? Нисколько не должен. Подожди, подожди. Татьяна Александровна благополучная, регулярная, лично к главному врачу. Он лично с ней чекает, лично провожает. И еще, как следует из регламента, по истечении 30 минут медработник может поехать на следующий вызов. А чтобы помощь врачей наша героиня все-таки получила, должны вмешаться сотрудники социальных служб. Правда, если к ним обратятся. Да, эту проблему мы можем помочь решить, только в том случае, если социальный работник предупрежден и извещен о том, что придет медицинский работник. Человек выбирает услугу покупка продуктов, уборка квартиры. Конечно, мы можем сделать вызов врача, кстати, тоже является услугой. Мы можем вызвать врача и можем, например, свой приход и свои услуги как раз с временем прихода врача сопоставить. Как нам стало известно, Татьяне Александровне помогают дети и внуки. Со слов родственников, бабушка не готова принять дома работников соцслужбы. Якобы стоит это дорого. А вот нас заверили, что помощь предоставляется бесплатно. Так, может быть, и стоит воспользоваться ею? Ведь тогда и врач сможет осмотреть бабулю, которая терапевт, требуется уже давно. Анастасия Наборщикова, Александр Андропов, Дмитрий Денисов. День с толком.